В этом видео я подготовил для вас интересный хостинг с 30-дневным бесплатным тестовым периодом и с бесплатным SSL-сертификатом, или с не очень дорогим, от 399 рублей в год. Ссылка на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. Меня зовут Федор Васильев, и давайте посмотрим процесс регистрации на данном хостинге. У данного хостинга достаточно богатый выбор тарифных планов. Можете перейти в хостинг, ознакомиться с выбором тарифов. Смотрите, переходим в SSL, и вот здесь вот есть категории. Есть хостинги для 1SBitrix, для WordPress, для Joomla, для OpenCard, для Drupal и выделенные сервера в большинстве стран мира. Это очень интересный вариант. И здесь вот смотрите, тестовый период 30 дней. Кликаем сюда, давайте рассмотрим хостинг для молодого сайта. Например, мы только начали с вами, да, и нам, в принципе, подойдет какой-то недорогой хостинг, не шибко мощный и желательно с тестовым периодом. Вот здесь прямо написано, да, тестовый период 30 дней и 14 дней для WPS, WDS хостинга. И посмотрите, какой богатый выбор, да. Я таких еще не видел ни у кого. Чтобы такой был большой выбор различных хостингов. Везде начните от 0 рублей. Ну и давайте посмотрим, например, вот этот тарифный план. RUVIP. Сайтов не ограничено. Дисковое пространство для одного молодого сайта пока достаточно. В любом случае, если вам потом станет тесно, я думаю, без труда можно будет перейти на какой-то более мощный тарифный план. Давайте нажмем здесь заказать. Здесь, как и обычно, если вы видели другие хостинги, да, предложение, как правило, 3. Зарегистрировать какой-то свой домен, перенести домен от другого регистратора, то есть это если у вас уже есть домен, я буду использовать свой домен и обновлю нейм сервера. То есть здесь на ваше усмотрение. И ниже, смотрите, бесплатная регистрация домена доступна только для следующих зон. То есть вот эта зона, то есть, скажем так, для тестового хостинга, пока мы тестируем, и если мы пока не планируем с вами покупать и еще и домен, то мы можем воспользоваться бесплатным, так сказать, техническим доменом, разместить там свой сайт и потестировать данный хостинг, да. Если нам все устраивает, мы сможем 30 дней также пропользоваться хостингом. Далее мы оплачиваем, покупаем, например, красивый домен, регистрируем платный хостинг, да, после 30 дней и пользуемся, наслаждаемся нашим сайтом на данном хостинге. Соответственно, здесь по клике по стрелочке можно выбрать зону. Давайте сейчас выберем бесплатную зону и назовем как-нибудь домен. Просто Федор, да, и нажму проверить. Так как доменная зона бесплатных доменов, наверное, здесь велика, видите, у нас выскакивает сообщение. Этот домен уже присутствует в нашей базе данных и не может быть зарегистрирован. Но у нас это тестовый домен, можно написать все что угодно. Я подпишу еще, например, Федор 73 и нажму проверить. Домен Федор 73.h1n.ru доступен. Этот домен был добавлен в корзину. Давайте нажмем «Далее». На этой странице мы видим название нашего тарифного плана. Ну, то есть, это мы уже с вами видели. К оплате, смотрите. Ruvip – тестовый период до 30 дней, то есть 0, не платим пока ничего. Панель управления хостингом 0 рублей. Страна размещения Россия 0 рублей. В общем, все по нуля. Здесь мы можем выбрать, да, страна размещения России Европа. На ваше усмотрение, я оставляю Россия. Панель управления К-панель или выбранные, да. Тут уже надо смотреть, как эти панели выглядят. В большинстве случаев они ничем не отличаются друг от друга. Конструктор сайтов. Если используете конструктор, то выбирайте «Да». Соответственно, за конструктор сайтов тоже 0 рублей. После этого мы нажимаем с вами «Далее». Итак, тестовый домен у нас с вами выбран. Пока ни за что платить нам не нужно. Все, к оплате 0 рублей. И нажимаем на большую зеленую кнопку «Оформить». Здесь стандартная процедура регистрации, да. Так как я тут тоже еще не зарегистрирован, давайте заполним поля. Поля. В поля, где пометка написана «Не обязательно», эти поля можете пропустить. Итак, я заполнил необходимые поля. Прописываем пароль, придумываем. Дальше способ оплаты в WebMoney Kiwi SMS. Ну, пока нам это не важно, да. Дополнительная информация. Вы можете добавить дополнительные сведения или информацию в заказ. Если такова имеется, заполняйте это поле. Дальше, смотрите, я ознакомился с правилами. Здесь ссылка на правила. Ставим галочку «Что ознакомлены». В связи с недавним изменением закона ФСЗ-152, да, надо тоже поставить галочку, что мы даем свое согласие. После этого мы нажимаем с вами «Завершить заказ». Итак, подтверждение заказа. Спасибо за ваш заказ. В ближайшее время вы получите email с подтверждением. Итак, email я получил. Соответственно, вы указали свою почту при регистрации. Теперь давайте пройдем на почту и посмотрим содержание письма от данного хостинга. А письма у нас приходит целых два. Вы успешно зарегистрированы и активация заказа. Давайте зайдем сначала. Вы успешно зарегистрированы. Посмотрим, что здесь у нас есть. Здравствуйте, Федор Васильев. Для вас создана новая учетная запись. Используйте приведенные ниже данные для входа в личный кабинет. Соответственно, эти данные, тот пароль, который вы придумали, да, необходимо его где-то сохранить в текстовом каком-то блокноте на флешке, да, в случае потери этих данных, чтобы вы могли легко вспомнить и войти в учетную запись. Давайте посмотрим содержание второго письма. Активация заказа. Здравствуйте, Федор Васильев. Ваш заказ получен, но не активен. Для активации услуги оплатите счет, а для тестового периода пройдите верификацию. Ну, естественно, мы пока ни за что не платим. Давайте кликнем на ссылку «Верификация». Нас с вами выбрасывает на базу знаний данного хостинга. И самое первое предложение. Напоминаем, что без тикет в отдел продаж ни одна бесплатная или тестовая услуга не станет активной. Кликаем сразу по «Тикет». И стандартная процедура. Просто отправим запрос на одобрение, да, так сказать, подтверждение нашего бесплатного аккаунта. И заполняем примерно вот такого вида, да. Тема «Бесплатный хостинг». Сообщение «Здравствуйте». Активируйте, пожалуйста, бесплатный аккаунт. И на всякий случай укажите домен бесплатный, который вы сейчас вместе со мной только что себе завели. Дальше «Отдел». Отдел можно не менять. Соответствующая услуга здесь. Можете выбрать. Здесь, видите, у вас будет свой домен. У меня свой. Выбираем тоже. Ожидает. Видите, приоритет. Выставим высокий. Чтобы быстрее обработали нашу заявку. Дальше, если есть вложение, можете прицепить сюда какое-то изображение. Также здесь информация из базы знаний данного хостинга. Нажимаем здесь вот птичку в рекапче Google, что вы не являетесь роботом. Дожидаемся зеленой галочки. И нажимаем на кнопку внизу «Отправить». Ваш тикет создан. Информация о тикете была отправлена вам на e-mail. Если вы хотите посмотреть созданный тикет, вы можете сделать это сейчас. Нажимаем «Далее». Ну, здесь просто нам нужно дождаться ответа. Спустя несколько минут сотрудник хостинга спросит у вас, что будет находиться на хостинге. Поэтому, если вы смотрите это видео, лучше в первом письме сразу напишите, что вы хотите сделать. Очень часто, что люди могут разместить какие-то игровые сервера, что иногда запрещается некоторыми хостингами. Поэтому мы безобидно хотим просто разместить обычный сайт. Поэтому об этом и нужно сказать. Соответственно, если это в тикет-системе, вот сейчас, как вы видите, надо нажать «Ответ», также на почту вам должно было прийти уведомление, та почта, которую вы указали при регистрации на хостинге. То есть, если зайдем в тикет, здесь будет содержание точно такое же, как и в тикет-системе. Вы это видите. Давайте просто ответим. Я написал «Простой сайт на Joomla». Ну, у вас может быть любой другой движок, который вы используете. Нажимаем «Отправить». Спустя еще две минуты буквально, видите, сотрудник пишет «Активировали». После этого мы с вами проходим на почту, видим еще два письма. То есть, это письмо, дублирующий тикет, а вот это письмо важное. Данные для входа на хостинг. Заходим. И здесь все самое важное. Обязательно сохраните данное письмо. Здесь информация от FTP. То есть, логин, пароль, порт, адрес сервера для доступа по FTP. Самое тоже важное. Панель управления хостингом, логин, пароль. То есть, это нам будет нужно, чтобы разместить в дальнейшем сайт. NS-сервера, доступ к почте, доступ к базе MySQL. Первое, что давайте посмотрим на панель управления хостингом. Кликаем по ссылке «Из письма». В данном окне нам нужно прописать логин и пароль. Соответственно, я здесь скрыл. У вас здесь будет свой логин и пароль. Под панель управления. Копируем логин. Вставляем в соответствующее поле. Копируем пароль. Вставляем также в поле и нажимаем «Войти». Вот такая вот панель, с которой будем работать. Через данную панель будем размещать сайт. Если перейдем по нашему бесплатному, только что созданному домену, нас приветствует. Сайт такой-то был создан. Поздравляем. Ваш сайт создан в работе на хостинге «Хостимен». На этом данное видео я заканчиваю. В следующем видео установим KMS Joomla на бесплатный домен. КОНЕЦ